Вы слушаете радио Болтком. Но не только. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, вам стоит представить нашего гостя сразу после короткого джингла. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на радио Болтком. «Киевское время» на радио Болтком начинается. И у нас на прямой связи независимый артист, музыкант, победитель и лауреат международных премий, ведущий программы «Вайолинист подкаст». Максим Филатов, здравствуйте. Доброе утро. У вас даже, вот мы видим на майке «Ингвивальди Витраст». Написано, сразу видно. Доброе утро. Спасибо, что заметили. Да, это такой вот личный изизайн футболки. Если кто-то интересуется, может приобрести. Обращаться. Ну что, Максим, несколько, может быть, слов о биографии, потому что вы переехали в Латвию уже несколько лет назад. И вот что вас подвигло переехать в наши родные пенаты из Украины? Ну, дело в том, что, в общем-то, я переехал уже давно, больше десяти лет. И как бы я переехал в Финляндию. И даже на данном этапе большая часть моей профессиональной, как сказать, карьеры связана с Финляндией. А в Латвии у меня семья. Но тоже делаем с отдельными людьми, очень хорошими людьми и профессионалами. Делаем отдельные проекты в данный момент. Как раз мы делаем проект, чтобы напомнить людям о том, что происходит в Украине. Это будет такой небольшой социальный проект про войну. Надеюсь, все удастся. И, возможно, мы с вами еще поговорим в будущем об этом проекте. Мы обязательно поговорим в будущем. Но давайте и сегодня тоже не обойдем вниманием. Хочется узнать подробности, хоть в нескольких предложениях все-таки. Что это за проект? Коротко, это квартет Шостаковича. Наверное, вы их прекрасно знаете. Восьмой квартет Шостаковича посвящен... У самого Шостаковича, Дмитрия Шостаковича, была довольно тяжелая война. Жизнь связана с войной и с репрессиями. И этот квартет посвящен как раз жертвам фашизма и войны. Мы хотим записать этот квартет и сделать видеоряд на эту музыку. Так как эта музыка, по моим ощущениям, очень подходит к тому, что происходит в данный момент в Украине и в мире. Это будет проект, который рассчитан на Финляндию и Европу, и в том числе, может быть, и в Латвии. Он рассчитан на весь мир, поскольку там не будет никакого текста. Это будет только видеоряд с событиями из Украины, для того, чтобы люди не забывали. И не только не забывали и понимали, в принципе, что происходит. Так как, к сожалению, со временем это стирается в памяти у людей везде. И когда люди привыкаются уже с мыслью о том, что идет война. Вы планируете в качестве отдельного какого-то выступления, или это будет просто видеоролик, который, не знаю, выложите на Ютьюбе? Видеоролик. Да. Видеоролик. В каком формате на Ютьюбе или как-то еще. Мы еще подумаем. Но да. Скажите, пожалуйста, вот поддерживаете ли вы связи с соотечественниками? Насколько вот мы понимаем, что сейчас произошло для Украины, конечно, страшное событие. Это и война, и вторая ее оборотная сторона. Это огромное количество беженцев, которые рассеиваются по миру. И вот поддерживаете ли вы отношения с соотечественниками? Насколько Украина остается тем местом, с которым продолжаются контакты? Приезжали ли вы за вот эти 10 лет, посещали ли Украину? Ну, конечно, для меня это очень-очень близко связано, поскольку и родственники у меня там до сих пор и живут, и работают. Для меня это очень больно, и очень много, конечно, тех, кто уехал беженцев. И я считаю, что каждый должен стараться помочь тем, что он может. Я со своей стороны смог помочь одному знакомому найти работу в той же Финляндии, и кому-то еще как-то помочь. И уже, знаете, уже что-то сделал, чем просто как бы, ну, жаловаться, что вот такая ситуация. Но да, к сожалению, родственники есть, и тяжело это, тяжело, да. Вам есть чем сравнивать. Скажите, где беженцу легче найти работу, в Латвии или Финляндии? Сложно сказать. Ну, в общем, везде есть одни те же препятствия. Я по своему опыту, хоть я и не беженец, но могу сказать, что... Ну, у меня был опыт и работы в Швеции, и Финляндии, и в Эстонии, и в Латвии. И везде есть, к сожалению, систематические предубеждения к иностранцам. И в данном плане оно мешает. Но если ты довольно настойчив, ты всегда найдешь свое место. Скажите, вот интерес вообще к Украине, к украинской теме сейчас, вот вы, как вы оцениваете, в Латвии, может быть, и в Финляндии, сравнивая, много ли пишут, много ли говорят, нет ли какой-то действительно уже усталости, замыленности, что люди, ну, перестают, может быть, воспринимать вот события, поскольку они происходят каждый день, вот притупляются какие-то чувства? Да, да, к сожалению, и это даже по статистическим данным, я не знаю, как они это измеряют, но говорят, что меньше уже людей помогают. Хотя я знаю многих, кто помогает, но говорят, что да, притупляются. Но все равно я рад, что это всегда обсуждается и в новостях Латвии, и в Финляндии. И все равно поддержка на данный момент очень-очень сильная, и это радует. Ну, потому что вот в первые дни войны мы постоянно слышали, например, в новостях, что какая-нибудь латвийская семья там жертвует автомобиль свой, там еще какие-то, ну, то есть мы шли там речь о каких-то больших суммах пожертвований. И вот в последнее время как бы этот поток новостей уменьшается, и понятно, что поскольку вот эта война затягивается, это вот все, ну, становится все более и более важным говорить об этом, напоминать людям о том, что буквально рядом с ними идет война, и гибнут люди. Да, конечно, конечно. Именно для этого мы и делаем данный проект, чтобы... Потому что кажется, ну, как-то со временем кажется, ну, война и война, а когда ты видишь и читаешь именно истории личные, сталкиваешься с этими историями каждого человека, мне кажется, вот очень важно, вот не хватает немного именно личных историй в новостях, не общего, что вот там столько человек погибло, такой вот обстрел, а вот, например, в украинских новостях я часто читаю, часто пишут личные истории, например, вчера я читал, что в Кривом Роге погибла 20-летняя чемпионка по спортивным танцам, и когда ты видишь фотографию, видишь, чем человек занимался, это очень, прям, меня это очень взяло за душу и тронуло, я считаю. Ну, такого вообще, в принципе, не должно происходить, но об этом надо говорить, как бы это тяжело не было, и вот такие вот личные истории, они больше всего трогают за душу. Ну, действительно, потому что у нас вот в пятницу была личная история женщины, которая оставила своей маме старенький мобильник, и оказалось, что по сравнению со смартфонами этот кнопочный телефон дольше держит заряд, и в какой-то момент, вот это был Ирпень, вот как раз, она на улице была просто самым популярным человеком, потому что у всех сели телефоны, отключили электричество, и все бежали к ней, чтобы какая-то была связь с родственниками, потому что это только через этот телефон была ниточка связь, по которой вот они могли держать со своими родственниками. То есть это вот, ну, в принципе, когда слышишь эти истории, ну, действительно, представляешь, что все это очень сильное впечатление производит, когда ты в 21 веке, вот ты понимаешь, что вот кнопочный телефон может даже спасти кому-то жизнь, потому что потом они, ну, им объяснили, в каком направлении уходить из этого города, и они ушли и спаслись таким образом. — Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим, вот ведь музыканты, они универсальны, вот, наверное, для музыкантов, поскольку трудно найти, может быть, работу по специальности людям, ну, которые не знают языка страны, куда они уезжают, но вот для музыкантов это меньшая проблема. Вот, ну, я задаю вопрос и говорю, не так ли? Вот, может быть, вы как-то прокомментируете? — Ну, как бы, с одной стороны, да, достаточно, вот, мне было достаточно, учитывая мою работу в разных странах, английского языка и русского максимум, но, к сожалению... — Так. — Ну, к сожалению, если мы говорим о каких-то таких... — Да, к сожалению, да. — В темных коллективах, как там, оркестр, все равно относятся к... — Да, что-то со связью нет у нас. — Немножко подвисает. Вот вы начали говорить о том, что, к сожалению, и что-то вот вдруг... — Да, к сожалению, когда мы говорим о таких коллективах, там, то это все равно, они являются, как бы, частью системы, в которых есть определенные требования, и часто сложности возникают с этим. Если мы говорим о личных проектах, то, конечно, вот как мы сейчас делаем, то никого, как бы, не интересует, кто на каком языке говорит. А если ты, как бы, пытаешься именно работу найти, то все равно это является определенным препятствием. — Ну, то есть это один из барьеров, которым беженцам приходится преодолевать, оказавшись в незнакомой стране. И даже музыкантам, если они хотят играть в оркестре, получается, нужно коммуницировать и с дирижером, и с коллегами, и там может быть препятствием. — Может быть, несколько слов о вашем подкасте, что это такое, как, зачем вот вам, музыканту, еще и такая вот другая сфера, как ведущего подкаста? — Ну, тут очень все просто, потому что, когда, к сожалению, большинство интервью с такими великими скрипачами берут не музыканты и такие важные темы, не скрипачи даже, я бы сказал, вот если скрипач. И очень важные темы для многих скрипачей, я вот как для меня, они, к сожалению, профессиональные, они не затрагиваются. И я считаю, это очень важно, и это и для меня очень полезно, и для скрипачей вокруг, поскольку он на английском языке, то могут слушать из любой страны мира фактически. И, опять же, такие советы, которые дают в нашем подкасте такие великие скрипачи, они, любой может их применить, и на самом деле они очень полезны. Я сам очень много из них использую, и всем желаю послушать и тоже использовать. — Будет ли понятно непрофессионалу содержание ваших бесед? Вы только что сказали, что люди из других сфер не задают те вопросы, которые вам профессионально интересны. То есть совершенно другой уровень. — Да, это действительно, это другой уровень. Но, как сказать, если совсем человек, как никогда не интересовался музыкой, наверное, не будет. А если человек, даже любитель, который очень, так скажем, интересуется классической музыкой, я думаю, ему будет это понятно и интересно, так как мы затрагиваем не только профессиональные такие вещи, но и, в принципе, отношение в обществе к классической музыке в данный момент, и для чего, в принципе, музыканты это делают, зачем это вообще всё, грубо говоря. — А где этот подкаст можно найти, как он называется правильно? — Называется «Вайлнист подкаст», «Вайлнист подкаст», как бы подкаст скрипачей. — Скрипачей, да. — Его можно в Гугле просто вписать, а можно в Гугле вписать, можно в Спотифай. На самом деле на всех платформах, вот прям любую платформу стриминговую берёте и вписываете, и находите. — Обязательно тогда тоже поинтересуемся и послушаем, хотя не являемся, может быть, профессионалами, но тем не менее с удовольствием. — Да, я уже начал искать. И уже есть первые результаты. Что же... — Спасибо большое, Максим Филатов, независимый артист и музыкант, и победитель, и лауреат международных премий, ведущий вот как раз-таки подкаста «Вайлнист подкаст», был с нами на прямой связи. Мы говорили о музыкантах, которые покинули Украину, и вот о том, как они помогают, стараются помочь родной стране в эти тяжёлые для неё времена. Спасибо вам большое, Максим, удачного, хорошего дня. — Спасибо, всего доброго. — Киевское время хочется продолжить быстро-быстро двумя историческими фактами, что произошло в этот день. 11 июля 969 года скончалась княгиня Ольга, которая заняла киевский престол после убийства её мужа-князя Игоря. Правление Ольги продолжалось 17 лет, и ещё до вдовства она приняла христианство, и крестившись в Константинополе, Ольга обиделась на, как ей показалось, недостаточно уважительный приём, который ей оказали при дворе византийского императора, и в отместку она обратилась к германскому императору Атону I с просьбой прислать католического проповедника. Однако посланник Атона, монах по имени Адальберт Трирский, не нашёл общего языка с киевлянами, его миссия закончилась неудачной, таким образом Римская Церковь не воспользовала шансов распространить своё влияние на Русь. Ну а ещё 11 июля, продолжая, к сожалению, тему войны, 11 июля 1941 года началась героическая и очень трагическая оборона Киева, которая повлияла на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Продолжалась эта оборона до 26 сентября 1941 года, когда последние солдаты Красной Армии покинули город. По официальным только данным, свыше 700 тысяч человек, человеческих жертв потребовала эта оборона. Но за два месяца, на два месяца было задержано наступление немецкой армии, за что в 65-м году городу Киеву было присвоено звание города-героя. Ну что же, мы, наверное, на этом сделаем небольшую паузу, после чего продолжим эфир «Утро на Болткоме». Радио Болтком